Документальный сериал Все его герои – настоящие жители Ростова-на-Дону, которые играют самих себя Они называют свой район ЗЖМ – западный жилой массив Именно тут происходит действие фильма Наши герои – настоящие девочки, не стесняющиеся своей красоты Трахаемся, смотрим фильмы Настоящие парни, умеющие превратить жизнь в праздник Абратов, не спайся, у нас еще столько телок будет А также ростовские музыканты Демоколар Бандиты Сушка, ну бабки, быстро! Полицейские В следующий раз ты просто не одеваетесь И просто случайные прохожие В общем, мы с Ростова Раков надо хавать с водкой и с пивом Грамм Почему, когда молодой, хочется все и сразу Денег нет ни хера, взять их негде Берешься, как рыба в лед Игорь Короче, Павлович, слушай Такая тема Сейчас едем в банк Отдаем нашему человеку там паспорт Он пробивает по базам тебя Если все нормально То 30% твои Саша Опять велица брали с братью И начинается ко мне таскать Вот это Ковна все Ковна 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 Аула Я вопрос решила Я решила? Да Уже за что заведение С Ростова Молодец Да, поехали дальше Мы с Ростова Мальвин Подожди, Мальвин Постой Привет Привет Как твои дела? Хорошо Послушай В прошлый раз Ну, в общем, тогда Когда с Грантом Ну, я хотел тебя догнать А ты так быстро убежала А зачем тебе Мне было догонять? Ну, понимаешь Я просто хотел сказать тебе Что Ну, в общем, я считаю Что Грантик не прав Это очень важно Когда тебя любят И ценят А он просто не понимает Что у кого теряет В общем Может, в кино сходим Сегодня вечером? Ну, нет У меня у сестры День рождения Сегодня Может, завтра Отлично Ну, давай Я тогда билеты куплю Позвоню тебе Хорошо Ну, пойдем Я тебя провожу Прикольно В смысле? Ну, я думаю У нас долго не было Такого хорошего секса Да, я вижу Я сначала Вас сильно сомневалась Но потом Поняла, что вы Классно взаимодополняете Друг-друг За как? Как? Мне очень понравилось Как меня отодрали вдвоем Когда Ты был сзади А Грант Прям Прям Вот В горло Уперся Это было Очень Какого-то А кто тебе больше понравился? Ну, наверное, Игорек Потому что у него Такой прибор Тебе никто Об этом не говорил? Да нет Ну, я вроде бы Обычно Я думал Знаете Я о вас только думала Я давно такого не было Мы про тебя тоже вспоминали Да Я вообще полдня ходил С оставшим писаном Как ты, Салика? Отлично Подружились? Да Нормально Палыч, что, нормально тебя ведет? Отлично Палыч, иди сюда Мы тебе тут костюмчик купили Да Нам примеч Угу Что, мы погнали? Спершим Подождите, норматитесь Пойдем, побежали на форуслов Слышь, пацаны Я что сказать хотел? Палыч, это нормальный мужик оказался Палыч, это нормальный мужик оказался Давайте другого найдем И его лучше загрузим А этого отпустим И пусть живет нормально Саликов, не гони Палыч, это нормальный мужик оказался Сашон, как ты, да? Привет 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 Мальчики, у меня для нас сюрприз Что сюрприз? Пойдем со мной Ребят, знакомьтесь Это Ира Привет Привет Она тоже хочет к нам Ты мне с вами предложила остаться Ребят, да что мы начинаем Все будет вообще супер Нет, Каль Подожди секундочку Это я стрёмная? Я спрашиваю Я стрёмная А ну пошли со мной Еще никто и недовольный не был Пойдем, пойдем, пойдем со мной Каль, дай нам полчасика Дай нам полчасика Ну что? Тошняга она И бревну еще вдобавок После тебя теперь сложно будет Кому-то удивить меня Катя, они же скоты Уроды Зачем ты их позвала? Кто они вообще такие? Ир, да успокойся Люди бывают не совпадать Вот ты оставайся с ним Мне это не нужно Прощай Что ненормально? Ир, да подожди Это походу такая же Да что вы, мужики За скоты все Только думаешь Своей можно что-то Нормальное замыть Так вы все портите Вообще-то Ира Моя девушка Я с нас встречаюсь Два года Собирайтесь И у**ть отсюда Слушай, да подожди Давай поговорим Я сказала У**ть Оба отсюда Да иди Вообще Чего ты бодаришь-то? Слушай, Гарик Погнали отсюда Нахер она нужна Что вы вареники будете Кто-нибудь с картошкой? Я нет На меня приготовь, братишка Давай, Грандик Да я налил уже С Грандиком тёлку поймали Короче Така На внешность Не в мати, конечно Но, блин Сиськи Огромные И что Постили исполняют Да вообще Охереть можно Два дня Вот-то с ним Сухарились у неё С утра до вечера Трахали Практически Без перерыва Знаешь Молодцы Вообще Утром Братишка Нет, знаешь Днём заскочишь К ней на пару чашек Палок чая Пожалуйста Короче Вообще Ты что, ты без меня Что-ли к ней заезжал? Да Утром Полёт Заказ Вечером И ужин И массаж И потрахаться В шоколадных цех Тоже за здрасте Знаешь, да Куда? Ну шахту заднюю Прочистить Чё, не понял? Ты вообще Много раз Блин, девушкам Под хвост отдавал Как следует, да? Ребят Я вас что-то Не понимаю Какие-то загадки Не говорите Ну папа У тебя сколько было? Ну сейчас Почитаю Четыре Славенько Не густо что-то Ну понимаю Согласен Неделя неудачно была Ха-ха-ха Давай, ты выпей Ну давай Давай Необходимо Поехать во Францию Пацаны Я же не всегда Таким был У меня И квартира была В центре В Ленинграде И жена Красавица И детей Двое Мальчиков Мишенька И Ванечка Мишенька Старший Красавец Отличник Весь меня Гордой школы Потом Института А младшенький Ванечка А болтус Балбес Еще тот Целыми днями Гонял Футбол С пацанами Потом Старшего В армию Забрали В Афганистан Напросился В 85-м Летом Мы его Похоронили Гроб Так не разрешили Нам Открыть Так не похоронили Даже По-человечески Не попрощались До сих пор Я его помню Я запил Так и Понеслось Началось Работу Уволили А кем ты работал Палыч Я заместитель Главного инженера Одного секретного Оборонного предприятия Вот Потом Жена Уехала С сыном В Тольятти С кем-то Мужиком Сошлась Одноклассник Или Друг детства Короче Вот Я продал квартиру Сюда В Ростов Приехал Все хорошо Было С женщиной Сошелся С одной Такая Эклигентная Хорошая Такая Мы с ней Все По театрам Ходили По филармонию Вот Сыни я не знался Да Они не хотели А потом Ванечка Приехал Такой Красивый Весь Рассказал Что Надюшка Моя Померла А он женился А этот Сыченыш Очень его Попер Его С квартиры С женой Беременной Найду Убью Гага Ну Я ему Говорил Что же На улице У меня Трехкомнатная Места Хватит Живите Приходите Ну Жили Хорошо Счастливо Я не пил А потом Ваню В Москву Позвали В Москву Но Он мне и говорит Мой батя Квартиру Продадим Тебе Однушку Здесь Они В Москву Пойдут Там Обустроятся А потом Меня Позовут Я продам Квартиру И к ним Приеду Ну Так Сделали Да Когда Ваня Уезжал Сели Выпили На дорожку А утром Проснулся Денег Нет Никого Нет Черт знает Где Нахожусь Так И Забомжевал Да Вот Сейчас Дорю Получу В Москву Поеду Ванечку Буду искать Найду Как он Там Без Меня Он Наверное Думает Что я Подар Вообще Ладно Мужики Простите Меня Еще Что Пойду Я спать Пора Прихватил Меня sche Да Не Без Забов Супер 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 Той Той Не Переживай Ш Супер Супер Э Ой Да Да не переживай-то, ну все будет нормально. Я отдам тебе суперлилку. Молодой, симпатичный, активный. Да, то, что тебе надо. Поверь мне, помог. Хорошо. Ну не могу я, правда, я улетаю. Сейчас, секунду, подожди. Юля! Что? Сашу мне позови. Саша! Что? Тебя Марки Фимович ждет. Сейчас, я думаю. Марки Фимович! Что? Саша идет. Хорошо. Да, вот послушай, ты ему сейчас все расскажешь. Вы встретитесь. Да. Но я правда не могу приехать. Конечно. Я улетаю в Питер на конференцию. Да. Вот он пришел, сейчас я ему дам другу. Все. Подожди секунду. Саня, выручай. Значит, недели две назад по пьяной лавочке задрал какую-то телку. Алина Сергеевна какая-то. Значит, сейчас требуют встречи. Я по пьяни, видимо, визитку оставил. Звонит мне, достало уже. Значит, сейчас пообщаешься с чьей-то. Я тебя представил суперриэлтором. Все, как полагается. Список офисов там, понял? Меня ни при каких обстоятельствах не привлекает. Ты понял? Хорошо. Все, работай. Алло. Алина Сергеевна, здравствуйте. Меня Александр зовут. Я ведущий специалист отдела по коммерческой недвижимости. Офис вам нужен, да? Я слышал. Ну, давайте, подъезжайте, поговорим. Договорились. Ты понял? Да, все. Меня не привлекать, не привлекли обстоятельства. Понятно? Иди работай. Орел. Везде засада. Вот жизнь, а. Здравствуйте. Вы Саша? Я Алина Сергеевна. Здравствуй, Алина Сергеевна. Рад знакомству. А Марочка точно уехал? А, вы имеете в виду Марка Ефимовича? Ну да, он уехал в командировку долгосрочную, будет не скоро. Какой вы, Саша, интересный мужчина. Марк Ефимович говорил, вам вроде офис нужен? Ах, да, офис. У вас есть такой, как мне нужен? Я имею в виду размер и качество исполнения. Да, найдем, конечно. У нас любые есть. Да не свисти ты, Павлович, денег не будет. Что ты остановил-то? Давай, выйдем поговорим. Что ты хотел? Да я думаю, давай, может, отпустим, Павлович, а? Ты же сам понимаешь, что с ним будет за него возврат. Его закроют и все. Да я тоже думал, блин. Вроде и мужик он нормальный. И не кайф, грех на душу брать. Что дадим вам пару тысяч, пусть в Москву валит к сыну. Внук там у него. Давай, да, что, и нам зачтется, да? Нормальный мужик, жалко. Поехали. Алло, Алина Сергеевна? Да, здрасте, это Александр от Марка Ефимовича. Смотрите, я вам подготовил список офисов. Домой к вам подвезти? Ну, хорошо, договорились, говорите адрес. Все, запомнил, скоро буду. Слушай, Палыч, короче, с кредитом не получается. Мы так подумали. Вот паспорт, деньги тебе на дорогу до Москвы. Езжай, найди сына. Вот, короче, давай, езжай, и все. С Богом. Ребята, да я. Ребята, спасибо. Ребята, родники, да я. Спасибо вам. Так давно этот сын увидит. Ну, спасибо. Давай, давай. Все, давай, пока не передумали, езжай. Давай. Ребята, я вам позвоню. Ребята, я вам позвоню. Ребята, я вам позвоню. Ребята, я вам позвоню. Здравствуйте, Чарелина Сергеевна. Здравствуйте. Лина Сергеевна, что вы делаете, я не пойму. Какой же ты непонятливый. Лина Сергеевна, у меня девушка есть. У меня тоже. Идите уже сюда, Лина Сергеевна. Слушай, Алина Сергеевна. Может, вечером поужинаем с вами куда-нибудь? Чего? Ты что это себе понапридумывал? Романтик. Ну, собираешь шмотки, уматывай. У меня муж через час с работы возвращается. Ты вообще знаешь, кто мой муж? Грант наговорит лишнего Саше про Мальвину. На хер она тебе нужна? Она шмяга кончила. Ты что, променял на эту пилотку? Слышишь, вообще не надо по моему девушку так базарить. Что ты себе позволяешь вообще не могу понять? Алла застукает Георгича с Аленой. Ну, что я вам хочу сказать. Я желаю счастья вам. А в душе. А у Игоря появится напарница. Слушай, там, короче, простые знакомые корейцы. Подумали, что ты реально жадна. Ну, близкие. Просят, чтобы мы там за стол помесили. Ходят поужинать со звездой. Мы с Ростова.